В эфире новости Анапа-регион, в студии Кристина Рабина. Здравствуйте! В начале о главных темах этого выпуска. Вековой юбилей. Сто лет сегодня отмечает ветеран Валентина Гусько. Полностью будет закрыт доступ и со стороны Малого Утреша, и со стороны СУКО на территории заповедника. Жара наступает. Какие меры приняты на Комитете по предупреждению ликвитации чрезвычайных ситуаций? Не надо бояться делать кредит. Все будет нормально. Радостись жизни. И даже на пляже. В Анафе продолжается выездная вакцинация в предприятиях курорта. Сто летний юбилей сегодня отмечает Валентина Калиновна Гусько. Ветеран коренная напчанка и казачка. Родилась и выросла в станице Гостогаевской, а в Великую Отечественную войну служила в зенитной части 426-го батальона аэродромного обслуживания в авиаметеослужбе. Со своим полком дошла до Венгрии и была награждена медалью за отвагу, за героический поступок. Сегодня с днем рождения Валентину Калиновну поздравили вице-мэр Анапа Вячеслав Вовк, председатель совета ветеранов Александр Смирнов, временно исполняющий обязанности начальника технополиса эра Антон Малаховецкий, депутаты, военнослужащие, казаки и школьники. Надев свой любимый праздничный наряд, Валентина Калиновна готовится встречать гостей. С ее лица нисходит лучезарная улыбка. О своей жизни Анапчанка рассказывает в безутайке, вспоминая самые счастливые моменты. При том, что судьба Валентины Гусько была совсем непростой. Жительница станицы Гастагаевской попала на фронт в составе зенитной части 426-го батальона аэродромного обслуживания. Двигаясь вместе с полком, они составляли синоптические карты для летчиков, определяли прогноз погоды и отправляли медиосводки в штаб. С боевыми товарищами Валентина Калиновна дошла до Венгрии и до сих пор вспоминает 9 мая 1945 года. Мы стояли в Белгороде. На окраине Белгорода был аэродром, и там наша была землянка. В этот день утром сообщили нам, что война окончилась, и все рядом с зенитчиком было две зенитных батареи. Все разом выскочили, не видно было, кто мужик, кто баба. Все цеплялись друг на друга, и все ждали, что вот-вот конец света, наверное. Плакали все страшно. Этот день я никогда не забуду. А мы как раз стояли у женщины, у которой была ферма молочная, и оттуда рабочие. Так что тогда рабочие нас боялись, не подходили к нам, а то и целовались, и обнимались. Этот день я никогда не забуду. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Валентина Калиновна до сих пор обладает твердым характером. Во время войны тогда еще юная девушка совершила настоящий подвиг. Фашисты подожгли здание метеослужбы, а Анапченко вместе со своей боевой подругой сумели вытащить из пылающего дома всю аппаратуру, необходимую для авиации. За это Валентина Гусько была награждена медалью за отвагу. Вы символ, вы гордость большой станицы Гастагаевской. 34 года отдали вы своей жизни для того, чтобы воспитать тех людей, которые сегодня населяют станицу Гастагаевскую. Многие поколения детей, которые сейчас уже далеко не дети, благодаря вам выросли и воспитались именно в настоящем патриотическом русле. Спасибо вам за вашу отвагу, за то, что мы сегодня благодаря вам живем. С днем рождения ветерана поздравили президент России Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поздравительные адреса ей вручил вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк. Столетний юбилей Валентины Калиновны, можно сказать, праздник для всей станицы. С теплыми пожеланиями конопчанки обратились военнослужащие, депутаты, казаки, школьники и местные активисты. Вы прошли очень правильный и жизненный путь. Вы постоянно занимались патриотическим воспитанием молодежи. И мы сегодня хотим сказать вам большое спасибо. Ну и главное, берегите себя, здоровья вам и удачи. В честь юбилея Валентину Гусько ждал еще один сюрприз. Торжественным маршем у дома ветерана прошли военнослужащие Анапского гарнизона. А в небо взмыло алое Знамя Победы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе состоялось очередное заседание оперативного штаба по проведению курортного сезона. На нем обсуждались работы систем жизнеобеспечения города, уборка мусора, эпидемиологическая обстановка и ограничения, связанные с ней. В совещании провела первый вице-мэр Светлана Балаева. Сейчас количество отдыхающих в Анапе превышает показатель доковидного 2019 года на 12%. Нагрузка на городскую инфраструктуру возросла соответственно. Подтверждение тому смена самой популярной темы обращения горожан и гостей курорта в муниципальный центр управления. На первое место вышли аварийные отключения электричества. Их за неделю произошло 11. Первый вице-мэр Светлана Балаева поручила своевременно и подробно информировать население о неполадках на сетях и сроках их устранения. На втором месте остается проблема вывоза мусора. Его объем постоянно растет. В чем проблематика? Если на маршрут выходит машина определенного объема, она планирует забрать согласно тех договоров, которые у них заключены. Здесь население, естественно. Но она переполняется, не доехала по моему маршруту. Соответственно, нужно сразу менять, а про это вторую машину, откуда снимать ее. Если не удается снять, так как машина задействована, то ждем, пока машина доедет, выгрузится, возвращается обратно. Это временной перебыв, просадка. Специалисты мэрии и регионального оператора контролируют ситуацию, что называется, в ручном режиме. На этой неделе в Анапу пришли пять дополнительных мусоровозов. Они усилят парк спецтехники. Еще одна важная тема – санитарная обстановка на курорте. Проведена противоклещевая обработка всех парков и скверов, мест массового пребывания людей. Площадь составила 335 гектаров. Еще 467 гектаров земельных участков и водоемов обработаны средствами против комаров. Что касается количества заболевших коронавирусом, то оно не снижается. Но и темпы вакцинации растут. Прививки получили уже более 40 тысяч человек. Каждый день тысячу прибавляют по первичной иммунизации, по В1. То есть сделали первую прививку, уже начата вакцинация. В работниках организации санаторно-курортной сферы у нас охвачено более 60%. Туристическая сфера 3999 сделали первую прививку 66%. 1652 сделали уже вторую прививку 25%. Режим повышенной готовности, связанный с пандемией, соблюдает не все. Сотрудники городского управления торговли и полиции в ходе совместных рейдов выявили четыре кафе и ресторана, работавших после полуночи, в нарушении постановления губернатора. Проверяющим поручено усилить работу. Наши объекты потребительской сферы общепит, которые, несмотря на то, что у нас есть ограничения по работе этих объектов до 24.00, продолжают иметь соблазн работать после 12 и до последнего клиента. Ночные проверки кафе и ресторанов будут продолжаться. Нарушители ждут штрафы, возможно и приостановка деятельности. Алексей Девейкин, Антон Чистюков, Михаил Попов, Анапа. Регион. Доступ в заповеднику Триш закрыт. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧАЭС в Анапе. Это связано с высоким уровнем пожароопасности из-за жаркой и сухой погоды. Еще одной темой совещания стала проверка состояния русел рек. Эту работу поручил провести губернатор после сильных наводнений в ряде районов края. Обо всем по порядку в репортаже Алексея Девейкина. Главы сельских округов Анапы предоставили в мэрию базовую информацию о состоянии рек. После сильных наводнений в ряде районов края, возможные риски во всех территориях поручил оценить губернатор. Управление гражданской обороны самостоятельно подготовило проект планы первоочередливых мероприятий, по расчистке русел рек с учетом возможных максимальных рисков и имеющихся финансовых средств. Распределительным средством является управление ШКХ. Особое внимание наиболее уязвимой с точки зрения подтоплений части Анапы в Пионерскому проспекту. Для исключения рисков готовится проект реконструкции водоотводного канала. Еще одной темой заседания комиссии ПЧС стала безопасность людей на водоемах. Несколько пляжей в районе Джиммэте предстоит оборудовать спасательными вышками и обеспечить там условия безопасного купания. В противном случае договоры с их арендаторами будут расторгнуты. Безопасность на водных объектах муниципального образования построена по четырехуровной системе. Безопасность. Это муниципальный, региональный, федеральный и объектовый. Объектовый – это самое главное. Это пляжи. Руководители пляжей и ответственность за эксплуатацию пляжей. Это на них лежит вся ответственность. И сегодня же комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧАЭС приняла важное решение. Из-за высокой пожароопасности с этого дня закрыт доступ в заповеднику Триш. Необходимо исключить нахождение посторонних на особо охраняемой природной территории. Все заинтересованы в том, чтобы не допустить повторения прошлогодней трагедии, когда огонь уничтожил огромную площадь заповедного леса. Муниципалитет дал, будем говорить, инструмент для решения этой проблемы. С 21 июня введен особый противопожарный режим, который запрещает нахождение посторонних лиц на территории лесного фонда, на территории заповедника. Представитель заповедника подтвердил решение, которое закреплено в решении КЧС о том, что с 16 числа, то есть с сегодняшнего дня, полностью будет закрыт доступ и со стороны Малого Утреша, и со стороны СУКО на территории заповедника. Исключение составят лесные инспекторы и волонтеры, которые занимаются уборкой территории. У них также есть ранцевые огнетушители и другие средства для тушения пожаров. Кроме того, по всему заповеднику значительно увеличено количество емкостей с водой. Все эти меры приняты вовремя. По прогнозам, на следующей неделе в Анапе сохранится жаркая и сухая погода. Лето в разгаре. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. В Анапе продолжается борьба с незаконным джиппингом. Накануне сотрудники отдельной роты ДПС выявили в Анапе автомобиль УАЗ, владелец которого внес изменения в конструкцию машины. Предприниматель перевозил пассажиров в формате джиппинга. В кузове находилось несколько человек, в том числе и дети. В отношении 22-летнего жителя города Черкеска полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра». Также сотрудники полиции возбудили административное расследование. Сегодня прививку от коронавируса ставили сотрудникам муниципального предприятия «Объединение курортных услуг». Буквально на час вся техника по уборке пляжей встала на перерыв. Причина уважительная. Сотрудники МУПАКУ, которые обеспечивают порядок на Анапском побережье, почти всем составом прибыли на вакцинацию от COVID-19. Прививку можно было поставить практически на рабочем месте. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт прибыл прямо на пляж. «На предприятии работает больше 60 человек. На сегодняшний день прививается больше 60%. Восторожной контингент наших сотрудников – это сотрудники, находящиеся в группе риска, которым более 40 лет возрастных. Мы работаем на пляже, а в связи с этим контактируем с большинством количества людей. Поэтому решили воспользоваться данной услугой и привиться». Александр Зиновьев в очереди на прививку первый. Несмотря на свой возраст, активно занимается спортом. В отношении вакцинации тоже сомнений не возникло. Прививаться необходимо однозначно. «Врачи и наше правительство хотят, чтобы здоровое общество было. Поэтому все направлено для этого. Поэтому не надо бояться делать приивку. Все будет нормально. Радуйтесь жизни». Согласно всем требованиям транспортировки и хранения, вакцина находится в специальных условиях, которые соответствуют всем температурным нормам в передвижном пункте. А вот людям сложнее, изнуряющая жара в 40 градусов, приводит к тому, что даже у абсолютно здоровых людей поднимается давление. За этим внимательно следит фельдшер. Впрочем, подобных случаев выявлены единицы. «Вакцина у нас ГАМ-КОВИД-ВАК. Первый компонент – это спутник. Проблема у нас есть, так как температура воздуха очень высокая. И мы рекомендуем всем, кто стоит сейчас на вакцинацию, чтобы они были в прохладных помещениях, чтобы у них не поднималось акториальное давление». В Анапе от коронавируса уже привито около 42 тысяч человек. Массовая вакцинация продолжается. Работают 15 прививочных пунктов. По заявкам в трудовые коллективы выезжает мобильный ФАП. Ежедневно прививку от COVID-19 в городе-курорте делают около 1300 человек. Вакцина имеется в достаточном количестве. Коллективные заявки принимаются по телефону 8-800-6133-500-68. Полный список адресов пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте городской больницы. Руслан Душевский, Анапа, Регион. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин